Девушки отдыхают Так ли это на самом деле? Может быть, все-таки мы постоянно с этим сталкиваемся и мутанты нас все время окружают? Для начала, чтобы разобраться, как мы, собственно, докатились до жизни такой и почему мутанты вместе с нами, нужно перенестись на несколько тысячелетий назад. Когда наши далекие бренки перешли от находок и собирательства к земледелию, люди вдруг подумали, почему бы, зачем бегать по лесам, собирать свитомные корень и прочее, если все это можно вырастить поближе к дому. И начали заниматься земледелием, если так упрощено очень. И люди заметили, что растения, которые они выращивают, они не всегда одинаковые. То есть для всех живых организмов характерна изменчивость. И люди, ну, как-то вот интуитивно стали отбирать растения, которые были с более крупными плодами или с более крупными и большим количеством зерновок в колосе. Так, собственно, начался искусственный отбор, когда отбирались растения с ценными для человека признаками. Вот здесь представлена картинка, на которой из дикой капусты, на экране почему-то не полностью обрезано немного, из дикой капусты получили методом отбора большое количество разных капуст, таких как кальдраби, кудрявая, брокколи, блюссельская, кончанная, цветная. То есть постоянно отбирая экземпляры растений с какими-то ценными признаками. И долгое время искусственный отбор был основным приемом в селекции растений. Он остается сейчас основным приемом, но по мере развития науки добавлялись новые методы. Со временем люди наконец-то разобрались, для чего у растений нужны пестики и причинки, и как с ними можно, что можно получить от этого. Люди начали скрещивать растения одного вида, разных видов, то есть проводить гибридизацию, и получать уже растения с другими новыми хозяйственно-ценными признаками. Среди них уже проводили отбор этих ценных растений. Ну, я думаю, со школьной скамьи практически всем знакома вот эта вот картинка. Здесь представлена схема скрещивания гороха, которую проводил Мендель, и результаты, которые он получил. Это вот как раз пример скрещивания. То есть были разработаны законы наследования признаков. Также стали проводить удаленное скрещивание, когда скрещивались растения не одного вида, а совершенно разных видов или даже родов. Ну, вот пример церападус, тот, который получил тимиряйцы. Он скрестил вишню с японской черемухой, и он изначально это делалось для того, чтобы получить более зимостойкие гибриды. В итоге получился вот этот самый церападус, у которого плоды были примерно как у вишни, но их было больше, потому что они на кистиках у черемухи образовывались. Конечно, первые гибриды, которые он получил, не отличались сильно шикарными вкусовыми качествами, но в дальнейшем их использовали дальше, в селекции его увлекали, и получили уже более интересные вещи. С развитием науки стал использоваться антигенез. И когда говорят про мутантное растение, многие сразу относятся к этому как-то негативно, что это что-то такое неестественное, возможно, это вредное и прочее. И при этом мало кто задумывается, что та самая наша оранжевая морковка, к которой мы привыкли, на самом деле это мутант. И этому мутанту всего лишь 300 лет. Раньше морковка была такая белая, либо бледно-желтая, и ее с древних времен культивировали. И только в 17 веке на территории Голландии был получен, вернее не получен, спонтанно возник мутант с такой оранжевой окраской. И его стали размножать, и постепенно вытеснил обычную морковку. И нам окажется нормальный сеть, на самом деле это мутант, который всем использует пищу. Сейчас селекционеры вывели еще большее разнообразие цветов морковок. То есть, фактически, один из основных овощей на нашем столе это как раз мутант. Что не столько не умаляет о вкусовых качествах. Мутантная сорта занимает довольно большую часть среди всех сортов, полученных другими методами. Здесь представлены разные группы сельскохозяйственных культур и процент, сколько среди них мутантов. Но видно, что основную часть занимают разные зерновые. Дело в том, что зерновые использовались, на них проводились опыты по амфогенезу, по влиянию разных факторов, чтобы увеличить изменчивость этих растений. Один из самых ярких примеров, которые для нас, особенно для Сибири, актуальны, это работы Павла Крементьевича Шпанникова. Он работал в Новосибирском в Новосибирском академии в городке. И он работал в то время, когда как раз царил Лосинковщина, генетиков гоняли. И часто возникали вопросы, нужны ли вот эти работы. Но тем не менее, он получил интересный мутантный сорт пшеницы, который впоследствии назвали Новосибирске 67. Он до сих пор активно используется, выращивается за счет радиационного генеза прорабатывая радиация семена. И впоследствии вот эта вот работа, только создание вот этого сорта было очень высоко оценено. И Лавритик, один из создателей, можно сказать, академии в городке в Новосибирске, как-то даже сказал, что только вот этот один сорт достоин был того, чтобы создать, в принципе, академий городок в Новосибирске. То есть, насколько образование академии городка способствовало продвижению науки. Она занимала очень большие площади, ее активно выращивали и сейчас выращивают. Этот сорт. Многие из нас любят различные макаронные изделия. Ну и также манку, она сейчас у всех на завтраке. Их получают преимущественно из твердых сортов, среди которых тоже очень много мутантных сортов. Мутации, как же называют мутации у растений искусственно для дальнейшего отбора. Часто воздействует облучение на семена, плоды растений, либо на пыльцу, которая будет облиять. И вот здесь приведен пример, когда из грейпфрута с красной мякотью после облучения получили безсемянный сорт старый руби, который сейчас очень популярный за рубежом. Но, к сожалению, пока его не ведет в продажу, но за рубежом активно продается. То есть за счет облучения мутации добились отсутствия семян. Также часто растения обрабатывают химическими различными мутагенами. Один из таких мутагенов является колхицин. Вещество, которое содержится в растении безвремя, колхику. Что это вещество делает? У растения, когда происходит деление клеток, образуется особая структура вещественного деления. И вот этот мутаген, он его разрушает, и получается, после деления возникают клетки, у которых большее число хромосом, чем должно быть. Это так называемые полиплоидные, полиплоидные, то есть большее количество числа хромосом. И если радиационный мутагенов используют, то часто сложно предугадать, какой признак появится у растения. Дело в том, что в Средневековье все странное, что образовывалось в хроне дерева, его часто считали, что это связано с различными ведьмами и коллостом чарами. Поэтому, когда образовывался очень интенсивно визгляющийся фрагмент в хроне дерева, считали, что это как раз венина метла, образованная ведьмами. Впоследствии наука изучила это явление, и стало понятно, что венинный мутаген бывает двух типов. Первый тип – это так называемые паразитарные венинные мутаген, которые вызываются заражением растений различными патогенами. Кроме таких патогенов он будет выступать, вирусы, микоплазмы, различные грибы. Вот здесь представлена венинная метла на глубике, которая называется одним из видов грибов. Вот его там на листе сборы образуются. Часто даже венинной метлой называли паразитическое растение, которое поселяется на других растениях, такое как амела белая. У нас в Сибири оно не распространено по европейской части России, и дальше в Европу очень часто можно видеть деревья с такими шарами внутри крови. Это паразитарное растение амела. Ее тоже считали, называли часто ведьмой метлой. Кстати, под амелой в Средневековье было принято целоваться влюбленным. Надеюсь, Святого Валентина в эту веточку вешали, потом она занималась на веточку палуба. Было интересно, что во многих странах Европы в Средневековье, когда был буританский олимнат, был один день в году, День Святого Валентина, когда девушка могла поймать любого мужчину и под венкой амела его поцеловать. И это не считалось чем-то ужасным. Такое личное отступление небольшое. И также есть веточные метлы, которые вызываются другими грибами. У нас в Сибири растет наша кихта сибирская, которая очень часто повреждается веточными метлами. Они образуются особым грибом, мелом сорылой гвоздичной. Она является возбудителем жавчинного рака кихты. И вот это заражение грибу приводит к образованию очень сильно ветвящегося фрагмента крону дерева. Это все мы с вами говорили о паразитарных веточных метлах. Гораздо реже встречаются мутационные веточные метла. Это другой особый тип веточных метел, собственно, которыми изучением я и занимаюсь. Мутационная веточная метла это фрагмент крону дерева с очень интенсивным ветвлением. Она возникает в одной единственной почке у растения и потом вся система ветвления, которая за этой почкой развивается, она несет эту мутацию, которая приводит к образованию большого количества побегов. Нам ученым довольно легко отучить мутационные веточные метлы от паразитарных. Паразитарными считаются заболеваниями растения и никакой селекционной ценности не имеют. А мутационные они просто кладезь и очень ценный ресурс для селекции хвойных растений. Дело в том, что селекция растений часто такой длительный процесс и он усложняется, если у растений очень длительный период до репродуктивной, то есть от момента появления всходов до образования генеративных органов. А хвойные деревья многие как раз имеют очень длительный период. И, как говорит мой научный руководитель, чтобы заниматься селекцией хвойных, нужно жить несколько столетий человеку. А ленинные мертвы, они позволяют значительно сократить во времени этот процесс, использовав их в качестве исхода материала для селекции. Как же подтверждается, что эти венинные мертвы являются мутантами? Сейчас уже установлено, что это доминантная мутация и она наследуется в семенном потомстве. Если из венинных мертв собрать шишки, извечь из них семена посадить, то ровно половина сеется будет совершенно нормальными, ничем не отличающимися от других. А ровно половина будет такими карликами очень интенсивно витвящимися. Здесь представлено пятилетнее растение еле сибирское. Посмотрите, рядом линейка высотой всего лишь 5 см. Растение в 5 лет. И оно очень сильно витвится. И с помощью венинных мертв можно получить такие супер карликовые сорта очень низкого случая растущего можно использовать в городском озеленении. К сожалению у нас сорт не распространен. Называется он коника. Однако в Европе, в Подмосковье, в европейской части, в Европе этот сорт очень шаг использовал озеленение в городском марковом озеленении. Называется он коника. И он был получен в 1933 году как раз из медвы ели канадской. И сейчас это один из самых продаваемых сортов хвойных. В Европе уже давно оценили хвойные как декоративное растение для ландшафтного озеленения. И сейчас к нам привозят огромное количество этих сортов в Сибирь. Но наш климат сибирский вы прекрасно понимаете гораздо более суровый, в Европе. И поэтому многие растения европейской селекции сорта в наших условиях очень плохо себя чувствуют. Они начинают вымерзать до уровня снега, требуют укрытия различных сооружений вокруг, что не очень удобно. Поэтому для нас для Сибири актуально получение декоративных сортов очень зимостойких, которые спокойно жили у нас. И как раз медвы это тот идеальный случай, поскольку их можно ели сибирской, лиственницы сибирской, сосны сибирской, кедровой. И они будут абсолютно зимостойкие в наших условиях. Моя научная работа заключается в том, что я езжу по бескрайним лесам нашей Сибири, Томской области, Алтае, Бурятия, выискиваю вот эти самые мутационные медвенометла, добываю их, встречаются довольно редко мутационные медвенометла, встречаются в среднем одна примерно на 10 тысяч девять. Очень глупо с людьми, то есть довольно редко. Оцениваю перспективность их для получения новых сортов и занимаюсь собственно дальнейшим размножением. Вот здесь представлены некоторые вельные медвен, которые были обнаружены в громых деревьях у нас в Сибири. Один из них на еле, очень шоколитая форма, плотная на сосне и на мистнице. Здесь на этой фотографии представлено наглядно отличие мутантной ветви от нормальной. Видно, что нормальной ветви очень мало ветви а мутантная очень сильная ветви это все с одного дерева собрано из одной и той же части крови и можно видеть, что на нормальной ветви хвоя тонкая мутантной ветви она в 3-4 раза толще. То же самое можно посмотреть на пихки нормальная ветка и мутантная ветка которая более интенсивная активится. Более того, наши исследования показали, что у мутантных пихт гораздо больше площадь самолорозной ткани образует, они продуцируют гораздо больше пихтового масла и они могут использоваться для создания плантации для выращивания плантации и там собирают пихтовую лапку для получения пихтового масла. Сейчас у нас пихтовая лапка заготавливается следующим образом. Заготовщики выходят в лес, все молодые пихты, до которых они могут дотянуться, у них обладаются молодые ветви, все это собирается и перегоняется пихтовой масле. То есть такой вот дедовский, но в современном мире считающийся уже барбарским способом добывается пихтовая лапка. А в обращивание в плантациях таких сортов позволит уменьшить урон нашей природы. После того, как я нахожу ветвину, я ее клонирую. Ну, клонирование тоже сейчас модный термин, все сразу представляют овечку Доли, которая была клонирована, но, к сожалению, очень долго прожила. Если у животных клонирование это такой сложный биотехнологический процесс, то у растений все гораздо проще. Вегетативное размножение проберутся черенки, укореняются либо приеваются, это все является клоном материнского растения и будет внести все ценные признаки материнского растения. Мы занимаемся размножением хвойных приливками на нашей плантации. Здесь представлена привитая форма. Исследование венитых метел позволяет прогнозировать, какая будет потом форма клона последующих сортов. Шаровидная, колонавидная, пирамидальная и другая. То есть за счет венитых метел можно получать большое разнообразие сортов по форме роста, по плотности витвления, можно плотно, интенсивно качество, рыхвые, по разной структуре, по разным качествам хвойных, тонкохвойных, толстых хвойных и другие. и получать большое разнообразие сортов аналогичных тем, которые получаются в Европе, но не глупые, абсолютно зимостойкие у нас в Сибири. Мне прошло вниманием селекция и нашу Сосносибирскую кедровую, в простонародье, которую кедр называют. Шишки кедровые имеют орехи, которые всем любят очень любимых кушать, они очень полезны. Но как же добываются шишки у нас? До сих пор заготовители с огромными кладушками уходят в лес и начинаются шишкобои. Ими долгают по скволу, пока не отвалятся шишки и потом собирают. Я думаю, на этом кедре видно, что многократное использование этого прибора приводит к тому, что обдирается полностью коралей и я думаю, вы понимаете, что растение от этого ничего хорошего нет. И использование ледяных метел может нам тоже здесь помочь. Мой научный руководитель, доктор экологических наук, заведующий лабораторией дэндоэкологии в истории мониторинга экологических систем Сергей Николаевич Горошкевич первым в Сибири начал заниматься селекцией кедра. И он как раз обратил внимание на вот эти самые ледяные метла. Он собрал уникальную коллекцию генотипов ледяных метел у нас в Сибири. И чем же они интересны? Если привить их на обычные деревья, то уже через несколько лет можно получать урожай шишек. Эти растения привитые будут невысокими всего лишь метр и чуть больше высотой, но могут образовывать при таком размере до 50 шишек на одной деревце. Что позволяет их внедрить в плантационное выращивание и уже на плантациях выращивать кедр для получения шишек. Он организовал компанию Садовая Сибирская Академия Кирилл Кустарников, которая как раз сейчас внедряет и реализует на Сибири вот эти сорта его селекции. Многие жители у нас покупают, даже у себя на даче садят и потом радуются шишкам. Ну вот собственно за счет венитров можно отбирать большое разнообразие признаков, в том числе и с крупными шишками, и с мелкими шишками. Будем искать дальше, может быть мы когда-нибудь найдем что-то с очень-очень крупными шишками и это сделает небольшую селекционную революцию в нашем регионе. Благодарю за внимание, надеюсь вам стало понятно, что мутанты не так страшны, что они нас окружают, что мы часто используем их пищу, поэтому не бойтесь. Спасибо.